на связи калифорния сегодня как раз таки мы поговорим про третью часть моей трилогии об итогах четырех лет жизни сша поэтому устраивайтесь поудобней будем сегодня смотреть и обсуждать калифорнию и учитывая что я приехал в оклон а это просто какая-то клоака очень символично начинать свою историю вещания про про калифорнии именно с этого места потому что это 6 то что здесь происходит это жесть прошлом видео если вы его не смотрели нужно перейти по ссылочке она будет вот здесь я рассказывал про северную каролину и надо сказать что я забыл одну очень важную деталь люди часто мне спрашивают в комментариях а какого хрена то есть северной карлины уехал это резонный вопрос я я расскажу в двух словах приблизительно как это было я начал немного зарабатывать но более-менее нормально и с катей мы договорились то что если до конца года ну то есть нам нужно было понимать куда мы будем строить свои планы цели планы и я говорю если до конца года дом не купим хотя бы инвестиционные там начал изучать эту штуку начал схемы сделки всякие смотреть ну прям заинтересовался я сказал если до конца дом до конца года дом не купим уедем в калифорнию и как только это сказал я понял что мне нравится эта идея из этой идеи я ходил наверное недели две потом я кати сказала я говорю если честно я хочу ехать калифорнию потому что у меня было незакончено такое знаете как бы ощущение в общем было что мне нужно двигаться куда-то дальше что-то где-то есть еще и и возможно я это объясняю потому что в калифорнии особенно вот северной калифорнии как бы ну самый сильный ввп да ну то есть производительность очень большая тут денег очень много и может быть не из-за этого чисто интуитивно как бы сюда тянуло и либо я понимал что есть несмотря на то что кстати говоря шарлотт это вторая финансовая столица там банков америка штаб-квартира один из небоскребов и ну то есть это такой достаточно но экономически сильный город было ощущение что где-то есть где-то лучше да где-то больше мне кажется это я не могу прям логически объяснить это просто я пытаюсь там сейчас какие-то слова от с вами поподбирать не то что там хотя может не оправдать я нет туда где бабки это же хорошо компас хорошо настроен вот в окланд я допустим не приеду за работой это неудобно сейчас будет отказываться поэтому я все-таки на этот estimate зайду но заведомо от него откажусь короче в шарлотт шарлотта мы уехали практически вот наверное это основная причина что где-то есть лучше и вот мы приехали в калифорнию теперь мы сидим в моем офисе в калифорнии калифорнию мы приехали два года назад уже даже почти два с половиной год назад и здесь честно говоря со мной лично с работой начались некие метаморфозы собственно здесь почему я остался здесь как бы как говорится получилось и тут я могу сказать что получается не у всех ну то есть разные разные видел истории как бы разные факты относительно жизни и и разных людей видела мудаков и хороших людей видел людей которым далека все-таки это профессии им не стоило суваться вообще в эту тему мы приехали в калифорнию как я уже говорил два с половиной года назад и первая первая моя мысль после трех или четырех дней была такая блин куда я привез свою семью я первое но первое время не мог найти себе место особо там в плане работы в плане заказов я был еще новоиспеченным хандименом и вроде бы я понимал механику как искать работы но не было не было до конца вот это ну не так много практики короче мне было тем более на новом месте да это нужно же привыкнуть изучить ирию там все дела и я начал подрабатывать на доставке еды и я начал смотреть на сан-франциско мы остановились именно в сан-франциско я начал смотреть на этот город и я ездил по районам и мне он жутко не нравился просто я думаю блин какая жопа в общем вот такая у меня мысль была к слову сказать где-то на третий день наверное с нашего порча украли у меня коляску я думаю блин зачем я сюда притащил семью я помню этот разговор когда мы с моей женой сидели на диване после того как я вернулся домой и она говорит если ты хочешь мы сейчас соберем все наши вещи и поедем обратно в северную каролину только как бы тебе нужно сказать и я вот как сейчас помню был похожий диван я думаю блин я же не просто не просто так сюда приехал не просто также я сюда притащил свою семью значит ну как бы для чего-то значит должен быть в этом смысл реально вот такой ход событий был то я немного обозлился на то что блин я приехал сейчас буду уезжать типа с подбитым хвостом я сказал нет мы остаемся и это было тяжело реально тяжело это не просто так в разговоре она мне сказала я такое сразу выпалил я серьезно был готов к тому чтобы отсюда уехать и реально думал на тем что завсевешивал за или против я говорю нет мы остаемся и буквально на следующий день я нахожу работу на установке полов и человек которому я ушел работать он мне сильно помог он может быть не самый лучший работодатель хотя я точно не знаю потому что я долго с ними работал просто так со стороны слышал мнение но мне он сильно помог я ему очень сильно благодарен очень ему благодарен и у меня решился вопрос жильем я переехал из того ужасного места в котором мы остановились сан-франциско я переехал санта-клару сюда ниже спустился в беерию причем приехал в тот апартамент в котором мне уже отказали типа сказав что тебе нужно больше ну больше денег на счету чтобы к нам заехать короче я решу вот эту всю бумажную историю мы заехали в классный апартамент я думаю что там я тоже подробно выше рассказывал и про апартаменты и про то как я заехал и про то как вся начиналась эта история я могу сказать что только я могу сказать только одно старт в калифорнии был очень тяжелый я не знаю как люди сюда приезжают допустим из россии да и когда начинаешь привозить деньги там в рублях и конвертируешь потом это все в в доллары начинаю мне кажется вообще они воспринимают это как космические цены но я когда приехал из северной каролины то есть мы прожили там почти два года я платил рент полторы тысячи я приехал сюда и тут рент уже был в районе четырех там три там ну что-то в районе четырех и это была такая большая для меня растяжка и и морально это было сложно как-то ощутить да это уже потом я привык я начал рассуждать с другими категориями но тогда это было сложно но тем не менее я могу сказать что одна и та же местность вот взять боерию допустим может выглядеть абсолютно по-разному в зависимости от того в каких условиях ты живешь какой эмоциональный фон потому что после того как мы переехали сюда в санта-клару наша жизнь не можно сказать очень сильно изменилась то есть я ходил на работу радовался я начал искать заказы я начал договариваться работах начал делать работы и медленно наверное начал расти и по сути дела это делал в том же месте которое там буквально там месяц назад казалось мне ужасным местом на этой планете поэтому калифорния такая туда тут как попадешь у всех по-разному это был мой личный опыт видите мне повезло хотя я не считаю что мне повезло на самом деле приложил очень много усилий для этого то даже тот самый там license чтобы получить мне пришлось пройти очень многое поэтому поэтому вот собственно такая калифорния что я могу сказать про калифорнию и жизни сейчас да здесь дорого северная калифорния она вообще очень дорогая ну вот берия допустим и соотношение цена и качество жилищных условий очень большое скорее наверное даже из-за этого можно сказать что она дорога потому что в северной каролине тоже можно дом взять за там снять за четыре месяца но это будет почти за 4000 в месяц но это будет почти замок здесь это будет картонная коробка от холодильника в лучшем случае в худшем это будет коробка от от тостера потому что это реально ну то есть кто будет здесь вы поймете о чем я говорю потому что уровень жилищных условий тут конечно просто капец но мне нравится здесь именно здесь бы ири мне нравится погода которая здесь мне нравится доступность каких-то ключевых вещей национальных парков которые здесь есть если вы знаете по поводу yellowstone где кстати я еще не был здесь есть и 7 эти национальный парк один из моих самых любимых очень красивое место здесь есть озеро тахо мы ездим туда иногда летом кстати ни разу не ездили купаться там еще есть классные кемпинги я думаю что мы обязательно еще появимся в этом году мы начали кататься там на 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 склонах я в этом году встал на лыжи что тоже очень 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 настраивает на такое знаете на позитивный лад вот что еще здесь в калифорнии можно сказать здесь очень сильно смешаны культуры тут она очень не американская я не знаю возможно в сакраменто можно сказать про американскую хотя там наверное нужно даже можно про русскую культуру сказать учитывая то сколько там людей какое там как комьюнити то здесь она больше в бэре она больше такое мне кажется азиатская и но если считать индусов как азиаты азиатов то ну вот прям прям совсем азиатская население здесь есть особенности есть особенности в работе есть особенности в типах заказа к заказах но в целом здесь калифорнии прошел достаточно большой путь большой путь мы здесь поменяли уже три места жительства первые полтора года мы провели мы и жили в апартменте которые я неоднократно вам показывал потом мы переехали на один год в дом который я вам наверное тоже показывал и теперь мы приехали переехали в таунхаус потому что новый потому что у него ниже теплопотери и мы посчитали это приоритетом то есть мы заехали прям в новый таунхаус который соответствует нашей нашим желанием в плане интерьера как это все устроено возможно я вас тоже как-нибудь туда приглашу но пока не вижу в этом никакого смысла но короче таунхаус стоит того и у меня часто спрашивают про там про бюджеты на как бы на семью они реально разные здесь можно взять снять жилье как вы знаете те у кого есть дети привязываются к школам мы тоже из тех кто привязывается школам правда мы убедились что рейтинг не ключевое значение тем кому интересно советую обращать внимание еще на расовое соотношение на house hold income и это доход на домохозяйство что тоже в принципе влияет на рейтинг и тем не менее подсвечивает вам благополучные неблагополучные районы и допустим если мы были в школе сани вэл это купертино school district очень хорошей школы наша школа в которой мы пришли было до ковида была девятка после кого время ковида и после осталось восьмеркой и вроде как это было связано именно с падением как раз таки дохода на домохозяйство и потом мы переехали в лос-гаттас и пошли в школу в лос-гаттас которая девятка я вам скажу что это разница небо и земля поэтому как бы рейтинг школа это такое такая еще не стопроцентная штука и нужно все-таки обращать на это внимание это что по поводу школ может быть вам полезно по поводу работы работы я думаю что тут достаточно мы как handyman компания здесь самая большая но я думаю что мы занимаем где-то может быть один процент в лучшем случае на этом рынке если не пол процента поэтому нам есть еще куда куда расти двигаться работает наверное хватает для всех хотя как я уже сказал у кого-то не получается самостоятельно работать но опять же я даже сейчас записываю курс рассказывая о том где где брать заказы как брать заказы как это работает у меня то есть без всяких там тайн я могу сказать что кому-то а может быть всем самом начале даже рекомендую идти устраиваться в компанию хотя если вы готовы работать ну то есть если вы готовы работать руками то лучше пойти работать в компанию и посмотреть насколько для вас это ну подходящая деятельность насколько вам все это интересно нравится потому что есть предприниматели которым не стоит терять время идти работать в компанию стоит наверное начинать самостоятельно если вы хотите работать самостоятельно поэтому тут тоже нужно определиться на тем на тем чтобы вы хотели что я могу сказать подытожив четырехлетний опыт образ жизни если просмотреть мою жизнь то я как уже рассказывал я прилетел сюда в бизнес-классе в майами остановились мы в пентхаусе в майами и жили хорошей жизнью потом я сильно сильно окунулся в такой знаете как бы в проблемы и трудности вообще можно сказать я очень благодарен ютубу благодарен этой возможности пообщаться с вами и я читаю комментарии многие ругают меня что я не отвечаю ни на комментарии ни на сообщения ребята я извиняюсь просто когда я вижу что я могу быть полезен либо что мне это интересно я отвечаю но правда объем комментариев настолько большой и объем личных сообщений настолько большой и одного характера и особенно когда я не могу помочь что я даже ну я уже просто к сожалению прохожу мимо но это не значит то что я не отвечаю я не вижу знаете я такой я я наблюдаю поэтому если что вы пишите и опять же резюмируя резюмируя всю нашу историю чтобы я хотел сказать через четыре года через вот эти все тернии через вот эти все проблемы весь геморрой который до сих пор моей жизни и эта часть моей жизни мне все все устраивает мне все нравится мы построили компанию на коленке которая сделала в прошлом году полтора миллиона долларов и надо сказать то что из этих полутора миллионов долларов больше миллиона долларов забрали люди которые со мной работали ну то есть они отнесли себе домой такие же иммигранты как и я поэтому я честно говоря очень очень горд очень доволен прошлым годом я поставил большие цели и мы на самом деле достаточно уверенно к ним идем в этом году тоже не без проблем и как итог это все происходит в калифорнии итоги такие прям я здесь не подвожу потому что потому что рано рано и мы работаем над нашим светлом будущем если вам интересно подписывайтесь на этот канал чтобы не пропустить новые видео а я погнал работать у меня вот здесь на доске новая система мотивации для людей которые у нас работают в офисе чтобы все заработали больше у меня тут здоровенная схема которую я пытаюсь перечисать так чтобы все остались довольны вот собственно так у меня план план игры так что на этом мы с вами попрощаемся спасибо что досмотрели это видео до конца случайно я толкнул ногой камеру ссори спасибо то что досмотрели это видео до конца обязательно подписывайтесь если вы не подписаны будет интересно и еще я увидел что у меня почему-то не работает микрофон и это блин большая ах ты блин не работал микрофон может быть я попробую сейчас еще раз записать с нормальным звуком либо блин 20 минут я записывал ладно посмотрим попробуем попробуем с этим звуком сейчас выгружу видео